Добрый день Тюмень Да, нет или не задумывались. Голосуйте и пишите нам обязательно. Мы ждем ваши голоса и ваши мысли в группе Тюменского времени ВКонтакте. Ольга Николаевна, неспроста же вы понимаете, тут появились бутербродики, самый частый перекус. Вот расскажите нам, какие из нашей палитры, какие бутерброды из нашей палитры вы бы вообще посоветовали бы, не посоветовали, может быть, сама бы попробовали и с чем он сочетается? Так, ну, начнем... Шпроты. Со шпротами. Бутерброд достаточно популярный. Сейчас шпротами и пахнет. Не рекомендую, потому что шпроты сейчас добавляют много консервантов, красителей, антиокислительный. Искусственный дым. Да, 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 что не полезно. Я бы заменила шпроты на слабосоленую рыбу. А на какую? Семга, форель, лосось? Семга, форель, лосось, муксон, может быть, лучше слабого по солому. Хлеб с рыбой нормально? Только с хорошей рыбой мы имеем в виду. Ну, ладно, давайте. Я слышала, что шпроты, банка шпротов, это все равно, что подышать из выхлопной трубы автомобиля. Да, известно, да. Дальше. Колбаса. Все очень любят, это такой продукт... Все вилать их в данном случае. Быстро, да. Быстро. Про колбасу можно снимать отдельный сюжет, я вам много про нее что расскажу. Да что вы, мы вас позовем специально. Не рекомендую. Чем заменить? Отварная куриная грудка, индейка, пастерма, может быть. Но хлеб с мясом вас не вызывает никаких сомнений? Хлеб с мясом? Ну, по крайней мере, мясо мы когда кушаем, мы знаем, что мы кушаем, а в составе колбасы очень часто... То есть вахаросы у вас не к хлебу в данном случае, а к колбасе? Да. Холодная котлетка из-за пазухи. Хорошо, все. Так, кто еще? Давайте с сыром, да? Часто же мы бутерброды с сыром даем и детям с утра, и сами кушаем с маслом и с сыром у нас, друзья, бутерброды. С маслом и с сыром. Ну, здесь вопрос. Либо с маслом, либо с сыром. Почему? В масле витамин Д. Говорю, либо с маслом, либо с сыром. Много жира, очень калорийно, при проблем с весом может отложиться в местах, где не надо жиры. Понятно, либо бутерброды, либо с маслом, либо с сыром. Так, у нас еще есть бутерброд с творожным сыром. Бутерброд с творожным сыром, да. Этот мне нравится больше, потому что творожный сыр, он менее жирный. Еще бы сюда добавила, может быть, овощей, огурцы, помидоры, редис. Можно также рыбу добавить. То есть вы за обезжиренные продукты? Нет, ни в коем случае нет. Вы говорите, много жира, много жира. Ниже содержание жира в творожном сыре, ежели в твердом. Если в творожном сыре там порядка 30% жиров, то твердые 60-70%. А сочетание с хлебом тоже вас не смущает нормально? Намазали, покушали? Если это не сторонник раздела питания, то нет, не смущает его. Я не сторонник. Хорошо. Это десерт. Да, да, да. Это любимые бутерброды детей, наверное, всех. С шоколадной пастой. Это может быть ореховая паста, шоколадная, да, еще какая-то. Сгущен калорийный, в конце концов. Нет. Нет? Почему? Сильно калорийно, жирно. Если хочется сладенького, я бы лучше абрикосовый джем дала своим детям. Нет, абрикосовый джем можно с миндальным орехом. Будет менее калорийно, менее жирно. И более полезно, да? Более полезно. Скажите, а вот если бы мы здесь сейчас делали бутербродики не на простом хлебе, да, а на бездрожжевом, например? Сейчас же все фанатеют от бездрожжевого хлеба. А вы что думаете на этот счет? Я думаю, да, что он естественно полезен, потому что сейчас истину так и не нашли. Ведутся споры о том, гибнут ли дрожжи во время выпечки хлеба. Теория есть такая, что дрожжи – это все-таки термофильные микроорганизмы, которые выживают. И есть та теория о том, что они гибнут при температуре 90 градусов. Пока еще проверяют, выживают или нет. Пока еще проверяют, выживают или нет. Все-таки бездрожжевой хлеб, он, да, естественно, полезнее. Давайте почитаем наши комментарии. Спасибо, кстати, что пишите, да, да, спасибо, что комментируете, нам очень приятно и очень полезно. Я лично без хлеба не могу ничего есть. Мне тогда кажется, что я голодная осталась, даже макароны с хлебом. Но не толстая вроде. Я знаю людей, которые действительно берут порцию пельменей, берут хлеб, потом еще булочки какие-нибудь, знаете, и ничего. Бегают, прекрасно выглядят. У них прекрасный обмен веществ, и можно уже как-то завидовать. А сколько вообще хлеба норма, ну вот, диетологическая? До 150-200 грамм в день. Это сколько примерно кусочков вот таких вот получается? Вот здесь вот сколько, так на ваш взгляд? Ну, я вот рекомендую своим пациентам не более трех кусочков в день. Вот таких вот. Ну, естественно, другого хлеба, не белого. Этот хлеб, я вижу, он из муки рафинированной, да, вышел из муки. Да, вот так вот на взгляд рафинированной. Мук человек работает в этой сфере, понятно. Хорошо, запомните. Что-нибудь есть еще? Да, конечно. Я люблю только черный хлеб и считаю, что он полезнее белого. Ну, и, соответственно, испечь хлеб в домашних условиях будет намного лучше, чем купить его где-нибудь в магазине, то есть черный. Согласна. Мука какая-то совсем согласна. То есть диетологи как относятся к самопечным хлебам? Согласна. Порошенная мука – это мука, во-первых, не рафинированная, и там еще остаются полезные вещества. Когда мы печем дома хлеб, мы знаем, из чего мы печем его. Мы знаем, что входит в его состав, в отличие от того хлеба, который мы покупаем в магазине. Это хорошо, если производитель указывает состав, но, к сожалению, есть недобросовестные производители и умалчивают. А, кстати, как бы отместить с хлебцем, например, там, как вафельки есть, такие поплотнее? Хорошо, отношусь. А они ветеранственные бывают? Разные. Зависит от способа приготовления. Те хлебцы, которые… То есть воздушные такие, да? Воздушные, да, как кокон. Да, да, да. Их делают методом экстракции. То есть сначала замачивают зерно, а потом очень-очень быстро из него всю влагу убирают. Это буквально считанные секунды. Не добавляя при этом в зерно там смесь… Ну, то есть это полезная штука получается, да? А вот те, которые прям сухари-сухари такие? Да, их пекут. Ну, а что полезные такие? А и те, и другие полезные, это разные просто способы приготовления. Те, которые плоские, там замешивается тесто, которое чаще всего состоит из муки, воды, ну и… Слушайте, а если вообще на них перейти, на этих хлебцем? Нет? Или опять без фанатизма? Если вы готовы отказаться от хлеба, да. Чем они полезны? Ну, во-первых, там нет дрожжей, там нет дополнительных, если это хорошего качества, ешек, усилителей, окислителей, всё, что нравится. Судержат продукты, да? Да, содержат они клетчатки гораздо больше, чем обычный хлеб. Допустим, нам нужно 25 грамм клетчатки в сутки. Чтобы её съесть в сутки, 150 грамм хлебцов или 6 булок хлеба. А, ой, ой! Или 3 килограмма картошки. Ну, это… Выбирайте сами, да. Мы приходим в магазин, мы же стараемся, ну, посвежее продукты всё-таки покупать, хлеб, естественно, тоже. Но говорят, что вчерашний, он как и сухари, да, та же история, вроде как более, менее вредный, так скажем. И вообще из печки говорят, нельзя там тёплый хлеб кушать, а как все же любят этот тёпленький хлебышек. Пока из дома, и в детстве из магазина идёшь, полбуки съешь, да, свежий? Ну, вчерашний хлеб рекомендуют гастроэнтерологи, пациентам, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Я уже говорила, там меньше содержание клей-калины. В отличие от свежего хлеба, которого только-только мы из печки достали. Ну, конечно, да, это очень трудно удержаться, когда испёк хлеб дома, и запах такой стоит, и не попробовать, это просто преступление. Ну, опять же, да, кредо нашего сегодняшнего эксперта без фанатизма. Это не значит, что мы сели, и весь батончик, так сказать, за один присест умяли. Про магазин вспоминали. Хлеб ещё найти надо в магазинах в основном. Хлебогулочные изделия продают. Ты согласна? Согласна. Нужно смотреть состав, нужно смотреть, из чего хлеб сделан. То есть, чем длиннее состав, чем больше там ешек, тем дальше мы проходим от этого хлеба. Плюс я не рекомендую покупать тот хлеб, в составе которого есть маргарин, сахар и яйца. Ну, вообще, как бы масло, если растительное, то ничего ещё. Ну, как бы добавляют маргарин, никто не будет в состав хлеба хорошего, высококачественного масла добавлять. Угу, угу. Ну, я, по крайней мере, ответы на все свои вопросы, которые у меня возникли, получила. Ну, да, я тоже. Выводы уже сделала. А меня продуктивная беседа была. Спасибо большое. Увлекал, спасибо. Спасибо большое. Наш программ продолжает совет дня. Наша новая рубрика. Посмотрите этот совет внимательно. И когда в следующий раз окажетесь перед огромной хлебной полкой в супермаркете, вспомните нас и сделайте правильный выбор. Ведь мы плохого не посоветуем. Хлеб бывает разным – чёрным, белым, а где-то даже цветным. Но нас больше интересует качество. Если булка в упаковке, читаем этикетку. У хлеба с простой рецептурой, чаще всего это традиционный пшеничный или дарницкий, ищем номер ГОСТа. Это конечные цифры можно посмотреть. Это 88-86 год. Правда, сейчас появились новые стандарты, которые немножечко изменённые. Это 12-15 года можно тоже увидеть. Иногда у нас пишут ГОСТ и СО. Это говорит о том, что соблюдаются все необходимые технические нормативы производства. Если хлеб испечён по техническим условиям, значит, в него что-то добавлено. Ингредиенты могут быть и полезными. Продукты со злаковыми, цукатами, овощами в составе хлеб из необычной муки – всё это производится по ТУ. Но встречаются и нежелательные включения. Все виды хлеба, которые изготавливаются по стандартам предприятия, которые они сами разрабатывают, или по техническим условиям, предполагают введение различных добавок, разрыхлителей, консервантов, антиокислителей, либо тех добавок, которые помогают стать этому хлебу функциональным. Хотя иногда и хлеб, изготовленный по ГОСТу, может преподнести неприятный сюрприз. Вот эту булку мы приобрели в пекарне. Сразу огорчает резиновая консистенция. Что в день выпечки, что на следующий хлеб очень сложно порезать. Он мнётся и пружинит, а не должен. Я бы не сказала, что этот хлеб очень качественный. Исходя из того, какая форма, достаточно высокое такое поднятие верхней корки, и немножечко даже выплывы так видны, неравномерный цвет. Здесь можно предположить, что введены различные добавки, поскольку даже по ощущениям хлеб очень мягкий, излишне такой воздушный, будем так говорить. На разрезе видны неравномерные поры. Это огрехи производства. Мякиш при надавливании должен восстанавливаться. А в нашем случае он больше похож на пластилин. Следующий испытуемый тоже пшеничный хлеб. Приобретён в супермаркете и изготовлен на крупном производстве. Я бы сказала, что достаточно светлая корочка и шероховатая, что, в принципе, для хлеба пшеничного менее характерно. По окраске здесь, в принципе, достаточно хорошо. То есть она примерно одинаковая, ровная. Всё-таки наблюдается немножечко увлажнённый мякиш, потому что не до конца восстанавливается. И при нарезании, вот, сминание всё-таки мякиша происходит. Третий пшеничный образец изготовлен в пекарне образовательного учреждения. И он близок к идеалу. Корочка гладкая, окрасы мякоть равномерные. После нажатия форма быстрая и полностью восстанавливается. У нас нет таких дефектов, как отставание корки от мякиша. У нас нет никаких дефектов посторонних включений, закала, трещин на поверхности мы не наблюдаем. То есть всё у нас достаточно ровно и аккуратно. По таким же критериям оцениваемый дарницкий хлеб и булки должен быть равномерный цвет, гладкая корочка наверху, поры одинаковые, среднего размера. У нас используется ржаная мука, значит, вкус будет немного кисловатый. То есть это норма. Единственное, что если он будет излишне кислым, значит, здесь, скорее всего, есть нарушение в технологии. То есть тесто перебродило. Чтобы было меньше шансов ошибиться с выбором, можно предпочесть нарезной вариант. Правда, он обходится дороже, зато сразу видно, какой хлеб будет качественным, а значит, полезным и вкусным. Смотрите далее. С пылу, с жару. Секреты приготовления хлеба в домашних условиях.